62 рубля в ноябре, пик в начале марта, потом медленное, но верное падение. Это все о долларе. Сейчас он составляет почти 50 рублей. И это комфортная цена для государства, уверена аналитики. Оказывается, это рациональный расчет, а главное толчок, который приведет к импортозамещению. Свои прогнозы сейчас дают финансисты, банкиры и аналитики. Что будет дальше с нефтью, рублем, долларом и евро? Меры были приняты беспрецедентные. Просто здесь в декабре, январь приводило примеры. 143 миллиардов долларов на валютные интервенции. В сравнении с 2009 годом в 38 миллиардов. То есть тут есть о чем говорить. И сейчас прогнозируется все-таки многими аналитиками, что в летний сезон курс будет держаться около отметки 55 рублей за доллар. Кому выгоден слабый рубль? Об этом подробнее расскажут мои коллеги из программы «Точка зрения». Смотрите уже в это воскресенье в 19.30.